Я сегодня буду проповедовать на тему, которую я начал на прошлой неделе. Тема сложная. И я на самом деле на прошлой неделе хотел ее остановить. Ну, вот сказать и все. Но ко мне после собрания подошло достаточно много людей. И говорят, Леон, не мог бы ты продолжить. Я стал размышлять на эту тему. И я подумал, я попробую, потому что тема сложная. Тема вечности касается. Мы уходим. Наше назначение в жизни. Вот несколько вещей, которые я говорил. Я просто очень коротко напомню. Помните, мы здесь, сколько здесь у нас кувшинов стояло? Четыре. Четыре. Я назвал, что из четырех составляющих состоит человек. Нет, из трех, как обычно. Принято говорить. Есть дух, душа и тело, про которые Павел танкал с лангейцем. Но есть еще одна составляющая, для которой не нужно Божье благословение, потому что оно с ним всегда присутствует. Как оно называется? Нешима. Дыхание жизни. Помните, в бытие написано? И вдохнул дыхание жизни. Это штука, которая в нас постоянно присутствует. Еще одна вещь, которую я говорил, что Бог, когда сотворил человека, дал человеку четыре аспекта в жизни сделать. Первая. И сотворил Господь человека. Помните? То есть, для себя сотворил, значит, Бога мы должны искать и соблюдать. Вторая вещь. Кто-то помнит? Из праха земного тела сотворил. И поэтому даже в Новом Завете есть такое понятие забота о плоти, пища, питание. Это чем мы занимаемся по жизни тоже. Третья вещь. Что? Как? Рождение себе плотдобных. Плодитесь и размножайтесь. Это аспект жизни, который мы не можем избежать и должны правильно к нему подойти, как Дима сегодня учил в святости и в таком и все такое. Четвертая вещь, о чем я говорил? Храни возделывай сад. Правильно. То есть, жизнь, карьера, чего-то мы хотим добиться. И вот эти вот четыре. Бог, забота о теле, плодитесь и размножайтесь. И храни возделывай сад, достигай чего-то. В зависимости от возраста человека, чего-то больше мы делаем, чего-то меньше. Когда человек становится старше, к чему нужно больше стремиться? Богу. Когда человеку 18, 20, 25 лет, какие мысли обуревают его? Плодитесь и размножайтесь. Когда у него 30, 40, 50 лет, это храни возделывай сад, когда ты делаешь карьеру. Ну и всегда есть определенная доза, когда мы должны быть ближе к тому, чтобы позаботиться о себе, о своей плоти, об одежде. Ну это всегда есть. У ребенка это захватывает 99% времени, когда он кормится грудным молоком мамы, полностью зависим. А у человека взрослеющего уже отпадают большие интересы. Там рубашка новая, рубашка вторая, третья не так важно. Их и так полный шкаф. Правильно? То есть вот четыре аспекта. Еще о чем мы говорили, что есть четыре периода в жизни. Младенчество, юность, взрослость и старость. То есть вот странные штуки. Вот эти четверки постоянно всплывают в священных писаниях. И никого не хочу затащить в сторону гематрии. Не надо нам это вот. Но вот просто писание говорит. Есть еще много четверок на самом-то деле. Допустим, написано, что Ешуа был посажен превыше всякого начальства власти. Как там написано? Начальство власти, силы и господства. Четыре. Четыре. То есть таких четверок много. Постыгнут со всеми святыми, что есть? Глубота, широта, долгота и высота. Опять, почему-то все время писание выводит такие вещи, которые нас направляют. Но это не такой важный аспект, чему мы сегодня должны посвящать. Короче говоря, я хочу сегодня продолжить. Говорить ко мне подошла сестричка и говорит. Леон, ты говорил про вечность, про человек. Встречается, выходит из тела, встречается. Все. А все-таки куда, что, куда распределяется. Я попытаюсь. Это очень сложный момент. Очень сложный момент. Есть целая масса разговоров. Но я понял, тема была интересна. И если даже я не достигну того, что вот покажу все в полноте, по крайней мере, мы можем думать об этом. Вечность – это существующая концепция. Человек – это не животное, которое закапывают. И каждый из нас должен или бояться, или надеяться, или уповать. И, конечно, два последних лучше, чем первое. Лучше верить, надеяться и знать, кто нас прибрал к рукам. Кто нас искупил. Поэтому я, наверное, начну с такого местописания, которое вы и так все знаете. Не хочу вас, братья, оставить в неведении, чтобы никто из вас слишком много не психовал, как в этом мире принято. Хотя мы не можем избавиться от переживания, скорби и страха. Но мы в руках Господа. И тот мир слабо описывается словами, которые мы имеем в этом мире. И даже если мы возьмем самые толстые книги, самые толстые сборники разных слов, все равно мы не имеем. Павел когда-то заглянул за завесу и сказал, не имею слов и понятий, чтобы описать все. Когда Иоанн заглянул за завесу, что он описал? Описал ювелирную лавку. То есть, почему он ее описал? Потому что по тем понятиям это было самое дорогое. Ворота из ясписа, бриллианты, улицы там золотые. Это ювелирная лавка. Для чего он это сделал? Потому что он хотел показать людям, та проекция совершенно другая. Но мы должны понимать, что несравненно лучшее приготовил для нас Господь. Но давайте начнем по порядку. Я попробую. Я не уверен, что у меня получится. Я всю неделю по несколько раз пытался сесть за компьютер. Не то, что у меня времени не хватало. Просто я когда садился, меня просто разрывало эмоционально. И я вот пытался что-то вставить, и потом вычеркивал я опять. И много раз это делал. И сегодня утром, я еще за... Почему позднее приехал, я еще в половину, полодиннадцатого, я еще сидел за Махшевом. Человек. Я буду цитировать какие-то места Писания. Бытие, первая глава, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, подобию нашему. Вы все знаете эти слова. Можете отслеживать за мной, можете нет, как хотите. И довладычествуют они над рыбами, над птицами, над скотом, над землей, над всеми гадами. То есть, Бог сотворил человека по образу и подобию своему. Есть одно интересное место, которое записано, вот это вот неплохо бы высветить. Псалом 8, стих 6. Кость, можешь принести мне стакан воды? Большой желательно. Немного ты умолил его перед ангелами. Восьмой стих. Шестой стих. Славою и честью увенчал его. Русский текст здесь некорректен. В иврите там написано, лифнея элогим. Кто такой элогим? Бог. Умолил его перед Богом. По сути, намек очень четкий, что человек умолен только перед Богом, а не перед ангелами. Несмотря на то, что мы, как существа в божьих мирах, достаточно маленькие, слабенькие и прочее, прочее. Но человек умолен перед ангелами, бытие. Шестой стих. Шестая глава, второй стих. Спасибо, Костя. Говорит такое. И увидели сыны Божии, дочерей человеческие, что они красивые, стали входить с ним. Помните эти стихи, да? Так вот, я... То есть, есть две группы людей, которые по-разному смотрят на этот стих. Есть люди, которые консервативно-реалистичные. Они с трудом, такие, с адыкейского ума. Они говорят, это все, наверное, дети Сифа. Кто такой был Сиф? Третий сын Адама. Помните? Праведная ветка. Но большинство людей, и еврейская теология говорит, что это были ангелы. Малахей-Шарет, особый вид ангелов, которые как раз-то находятся на том месте, которое называется Третье Небо, до которого был Павел вознесен. Сразу оговорюсь и скажу, что по еврейскому богословию или ангеловедению есть семь небес, на седьмом восседает Господь. То есть, там на третьем было приготовлено место, куда был Павел вознесен, про это мы попозднее. Но именно те ангелы служебные, которые видят постоянно лицо Господа Бога, вдруг что-то им не хватило там. И они спустились, чтобы быть за черми человеческими. Я бросаю идею. Я не могу подписаться, что все, факт, все. Но идея такая. Что-то в человеке такое заключено, что даже ангелы не могут постигнуть. И про это есть еще такое место. Ангелы не могут постигнуть, что в человеке. Есть такое место в Писании. То есть, человек – это венец Божьего творения, хоть был сотворен последним. Есть такое тоже выражение в Медрашах, когда на закусочку в конце всегда подают самое лучшее. Помните, когда Ешуа сказал, подайте вина на свадьбе? Самое лучшее. Ризин был подан тогда, когда уже все говорили, о, надо было уже просто что-то разбавленное и все. Самое лучшее. И Бог сотворяет человека особенным. И для каких-то своих целей, тайн. Это первый момент. То есть, о чем я хотел говорить. Мысли. Человек – это человечество, венец Божьего творения. Второй момент. Зло вошло в мир. И мы читаем историю про сад, про дерево, про злую змеюку. Помните? Там ползала, шептала, говорила, подталкивала Еву, толкнула Еву, как говорят, и она сразу говорит, потрогай. Вы знаете, я не знаю до конца, что это. Мы как-то на эту тему уже размышляли. Возможно, это концепция какая-то. Возможно, это совершенно не дерево. Но пускай это дерево, нам это никак не мешает. Зло случилось. И человек не устоял. И когда человек не устоял, то сразу случилась какая-то глобальная космическая катастрофа. То есть, человек, который был сотворен, чтобы быть венцом всего, вдруг не стал венцом всего, потому что из-за своего внутреннего состояния он не мог соответствовать. Помните, в некоторых увольнительных письмах пишут, уволен из-за несоответствия. Что значит несоответствовать? Человек очень пытался быть этим, этим или этим. Но даже президентов иногда снимают, пишут импичмент. Не соответствовал. Не соблюл. Не справился. Мозга не хватило. И вот Господь как будто понижает, как будто карает, наказывает. Но, наверное, слово «карает» неправильное, потому что послание к евреям определяет очень жесткий принцип. Кого люблю, кого наказываю. Или Господь может быть тем, что Он допускает в этот мир, лечит нас. Я буду сегодня говорить о смерти. Я несколько раз скажу такие слова, от которых у меня самого неприятные мурашки по коже. Знаете почему? Потому что в мире существует такое понятие, как страх смерти. Поэтому тема смерти обсуждается только в боевиках, там, где она красивая. Быстрая, красивая. Бум! И на 70 кусков разорвало, и лечить не надо. Но когда человек сталкивается с ней, то здесь не по себе. Мысли перекашиваются. Вы знаете, мои некоторые обстоятельства, личные сейчас, из-за болезни, которые моя мама проходит, и мы молимся, чтобы Бог помиловал. Но они заставляют думать. И те, кто уже прошел через такие вещи, весь мир меняется. Но по Писанию, не знаю, сказал Господь, Бог, вот Адам стал, как один из нас, зная добро и зло. И как теперь бы не простер руки свои, не взял так же от древа жизни, не вкусил, и не стал бы жить вечно. То есть, Бог его оградил от чего-то плохого. Потом поговорим на эту тему, от чего. Но вот хотя бы сейчас остановимся на мысли, что Бог как бы клин клином выбивает. И вот эти вот страдания, которые из-за греха человека вошли в жизнь человека и всего творения, не только человека. В Римлянах 8 главе написано, что все творение Божие стинает и мучается, ожидая искупления детей Божьих. То есть, не только мы, люди, но даже собаки, даже животные, они страдают и мучаются. Я сейчас скажу чего-то, за что не могу быть до конца уверен, но так, по крайней мере, Писание намекает. Чаще всего нам легче думать, что все устроено в один гармоничный мир. Вот там Господь, вот там ангелы, там эти, там те, там мы. Но Писание почему-то показывает все-таки намеки, что есть просто много разных миров, много разных цивилизаций. Я анти всех этих летающих и нелетающих. Просто в корне анти. Я уверен, что даже если это что-то показано, по всей видимости, какие-то духовные проявления, или демонические, или ангельские. Я не верю в летающих зеленых с ушами там, с зубами и прочее, прочее. Хотя в духовном мире какие-то вещи могут проявляться. И те остатки, которые мы находим на земле, о, это инопланетяне сделали. Сколько-то месяцев назад я просил Сергея сделать пауэрпоинт, но во время еды каббалат-шабата внимание людей наверное было недостаточно сосредоточено, но он очень четко показал, что по всей видимости допотопная цивилизация, достигшая просто уровня, до которого мы даже не можем сейчас помыслить и понять, что это такое, они оставили после себя все это. Но когда суды Божьи пришли, все это было покрыто водой, тиной, и так и сейчас где-то раскапывается и говорят, о, это с Марса прилетели. Ну так по крайней мере говорят. Почему есть миры? Помните Моше строит Скинию, он зовет Бицалеля, а Моше идет слово от Господа и Господь говорит Исход 27 глава 8 стих сделай там то-то так-то как показано тебе на горе написано. То есть Моше было что-то показано, он поднялся туда и ему был показан мир, какой мир был показан, какой-то образ, он говорит ему Господь скопируй. Полностью скопировать невозможно, я сказал, все что там можно описать только словами ювелирной лавки. Но хоть как-то, хоть что-то, помните про Сатану написано, пока он еще не был Сатаною, это по-моему в Исайе написано, ты, и в Эзекииле прошу прощения, ты был как, ты был помазанный херувим, ты ходил посреди огнистых камений рая, то есть там чего-то такое, то есть какой-то уровень какой-то, миры, миры, почему миры, сейчас поговорим на эту тему. Другое место, тот же Эзекииле, первая глава, 25-26 стих, знаете, Эзекииле был, наверное, самый мистический из всех пророков священных писаний, и на базе Эзекииля в еврейском мистицизме есть целый ряд целых направлений, есть мистика мирковод, кто-то знает, что такое миркова? Ну, это танк, это современное понятие, и переводится еще как колесница, но колесница ли это? Кто-то знает слово хашмаль? Электричество, да? Электричество переводят. Откуда взяли это слово? В первый раз на там у Эзекииля используется, что там как бы проходил хашмаль, его перевели в русском языке как молнии. Почему они перевели его как молнии? Ну, перевели так и перевели. Но там какой-то хашмаль, какое-то невиданное явление. Для нас сейчас проще эта лампочка. На самом деле Эзекииль видит образы, сидящие на престоле. И ризы развиваются. И какое-то другое или измерение. Про нашего Господа еще сказано. Он стоял с учениками и был взят облаком. То есть раз и исчез. Как бы другая проекция. Физики пытаются этот вопрос решить. И есть много всяких теорем, которые показывают многоуровневость всего. Интересное место, я его уже сегодня прочитал, когда еще воскрес из мертвых. Для евреев это было неожиданно. В послании к Ефесянам Павел обозначает это словом тайна сия. Тайна сия. И Павел говорит, что он был поставлен превыше всякого начала власти, силы и господства и всякого имени, именуемого не только в веке сём, но и в будущем. Там написано тайна сия велика. То есть когда евреи ожидали Машеха, ожидали кого? Царя, политического лидера, который какие-то вещи истолкует, совершенно не ожидали, что Машех это существо, которое подчинит себе какие-то мироздания, но вот эти стихи меня наводят на мысль. Вы знаете, начало власти господства это не всё по всей видимости, это не всё одно структурированное царство. Сверху сидят начальства, потом власти. Это подобно как ангельский мир. Ангелы, Херувимы, Серафимы это всё различные существа. Вот мы люди, мы объединены в одно царство. Даже скворцы, птицы, они объединены в своё царство птиц. Они живут пересекая с нами животный мир, морской мир, ангельский мир, они заключены в свою оболочку. Это миры. И вот что интересно, человек, которого Бог прославил, воскресив его из мёртвых, понятно, что это Сын Божий Бог и всё такое. Но когда ещё ходил по земле, всё божественное было полностью сокрыто. Согласитесь? Это не я придумал, написано. Но пришёл, умолив себя перед той славой, которую имел, стал подобен нам. Так вот, вот этот вот умолённый полностью, как человек, был посажен над всеми этими мирами и мирозданиями. усекается? Бог сотворил человека для какой-то глобальной цели, потом унизил его, потому что человек согрешил. Но у человека есть призвание, у человечества есть призвание быть в каких-то невидимых высотах. На эту тему, по крайней мере, Даниил говорит. Интересные слова говорит Даниил. говорит, а мудрые, кто помнит? Сергей, не помнишь? А мудрые будут сиять, как звёзда перед ним, и те, которые, я могу прочитать это место, да, там написано, и разумные будут сиять, как светило на тверде, а обратившие многих в правду, как звёзды во веки веков, в другом месте будут с толпами. То есть, человек, мы, люди, когда мы о себе абсолютно такого приниженного действия из-за того греха, который случился, всё-таки предназначение человека невероятно великое. Но человек согрешил. Или он яблоко то съел, или банан, или апельсин, и хвост вырос. Нет, конечно. Или это была какая-то концепция нарушена, что человек вознамерился пойти своим путём. Помните, Ильич сказал? Как Ильич сказал? Мы пойдём своим путём. Я вчера с громадным удовольствием посмотрел фильм. Знаете, какой? Собачье сердце. Вот сел и посмотрел, и он меня вдохновил просто. Вот смотри, на тупизну. Но что? Но что? Но что интересно? Мы все примерно так же. Мы забыли то призвание, для которого Бог призвал нас. И понятно, оно не записано. Я сотворил тебя. Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Тогда было бы всё, все были бы гордые. Но здесь как бы всё записано в писаниях так, что нужно копаться и пытаться понять разных мест. И вот всё это мы потеряли, но есть лекарства. Поэтому я часто проповедую, может быть, не в общине, но через интернет, на тему Тикун-Улам исправления мира. Когда человечество должно быть исправлено, чтобы было воздвигнуто назад на ту позицию, в которой человек сможет занять то место и нету людей худших. Все образы подобия Божьи. Все образ и подобия Божьи. И вот миры познали Господа. Миры познали Господа. Написано, это не я написал, что в Ефесянах 1, 21. Он поставлен превыше всего. Только один мир познаёт его с большим скрипом и с трудом. Угадайте, какой наш, в котором мы живём, который для всего этого и предназначен. Это вот странная такая штука, когда ты пытаешься своему ребёнку доказать, что А это А, Б это Б, а он начинает упираться, он должен перво тебя услышать, но это мы, природа наша такая. И именно поэтому Господь очень часто Израиль называет примерно такими словами. Вы жестоковыйные, вы же только подумайте, кем я вас хочу сделать. А у вас если бы явления сии были явлены в каком-нибудь Сидоне, или Вавилоне, или в Риме, или в Москве, или в Нью-Йорке, в Нью-Йорке нет там семь миллионов евреев, то они бы все в соплях покаялись, а вам это все было явлено просто на тарелочке здесь. Только один наш мир упирается и упирается страннейшим образом, потому что в нашем мире есть люди, которые знают его, Писание называет этих людей все же от 2 Коринфянам 5, все же от Бога Иисусом Христом примирившего нас с собою и давшего нам служение какое? То есть мы все по сути Божьи дипломаты, чтобы в этот мир донести откровение Божие, чтобы этот мир в конце в концов согнулся бы на коленях и признал его, но наш мир больше всего упирается и в нашем мире больше всего упирается один народ, который должен был первый кричать ты наш ты наш ты наш Писание так говорит наступит момент, когда все все-таки склонится перед ним и в 1 Коринфянам 15 глава 1 Коринфян 15 24 26 написано потом конец, когда он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начало и власть и силу и вынадлежит ему царство до тех пор, пока он не положит всех врагов под ноги свои, когда последним врагу прознена будет смерть. Смерть. Сейчас я скажу вам, чего это такое, из-за чего по всей видимости Виктор захочет отменить мой билет, но я не могу не сказать. Я все равно хочу сказать, даже рискую отменить билет. В еврейской традиции на ангельский мир смотрят немножко иначе, чем в христианской. В христианской традиции это абсолютно верно, верно, смотрят, что когда Бог сотворял ангелов и все, 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 человека еще не было в помине, потом человек и сотворил, но в еврейской традиции к этому полностью согласны, но есть еще одна штука, некоторые наверняка слышали, некоторые говорят, что когда человек, человек, каждый из нас двигается, понятно, там ангелы, мы здесь, они там с нами, в жизни Якова они там приходили, Иисус сказал, что приходите, будьте со мной, увидите служение ангелов, но в еврейской традиции есть еще одно дополнение, они говорят, что когда люди живут праведно, их праведная жизнь сотворяет другого рода ангелов добрых, или когда они грешат, она сотворяет злых ангелов, которые осуждают его, вы поняли, о чем я сказал? еврейская традиция учит, не вся, некоторые противятся этой традиции, но харизматические круги в иудаизме, харизматические круги есть не только в христианстве, есть в иудаизме тоже, как их называют? Хасиды, харизматические круги есть и у мусульман, как их называют? хирористы правильно? правильно говоришь сестра, правильно? зришь в корень, вообще научно их называют шииты, шииты, суниты это ортодоксы, суниты это ортодоксы, это в Египте, где они еще есть, больше нигде их нет, но есть еще, в Ираке там, честно, шииты это харизматы, им нужен лидер, им нужен харизматический лидер, за которого они готовы обвязаться гранатами и кинуться под танк, это шииты, а в основном они любят это дело, есть еще некоторые более харизматические круги в исламе, кто-то знает, как их называют? ваххабизм, правильно, это уже вот такие крайние мистические харизматы, то есть там только один взгляд туда и туда видно число семьдесят два но харизматические круги в иудаизме часто различают часто различают что мы производим ангелов мысль не знаю как к ней подойти вот есть такое толкование Яков засыпает когда убегает от своего брата Исава и видит лестницу одни под ней поднимаются другие спускаются стандартное толкование Раши на этот текст что те ангелы которые сопровождали его в эрации сраер как избранного помазанника божьего поднимаются к господу на свои места отдыхать а те которые должны сопровождать Якова по пути к Лавану там в Харан там где другие опасности это более такие боевые они спускаются чтобы занять свою позицию это по-русски говорят пост сдал пост принял пост сдал пост принял но некоторые другие толкования говорят примерно так Бог показывает Якову твоя жизнь будет производить ангелов которые будут я не знаю насколько это действительно божественная мысль но мы можем мыслить мозгам нужно позволять витать нужно их правда контролировать ну вот я такую вот мысль себе допустил странную знаете какую Адам совершенный человек который был венец венец я как-то проповедовал на тему кем был Адам что это был на 100% сотворенный то есть мозги не как у нас на 4 на 5% а он был когда Господь его сотворил сказал то в мед очень хорошо совершенство то в мед по Господнему это 100% то есть если мы с 4% из 5% в космос летаем то кем было Адам это было что-то невероятное и вот он определенный до вечности вдруг грешит вот просто представьте как было бы имя ангелу которого он порождает злого какое имя дать бы ему нет Адам был вечен ну смерть 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 и что интересно когда приходит последний Адам он для себя побеждает этого ангела который царствует над всем человечеством но я только что читал этот стих который говорит что посредний враг покорится смерть поклонится Иисусу Ишуа Машеху и тогда все это идея просто я не знаю я не могу это подписаться просто идея меня такая посетила ну давайте двигаться дальше могу сказать только так что смерть это не только физическое состояние очень часто мы как люди про смерть когда говорим говорим что это вот просто ситуация которая по второму закону термодинамики приходит к нулю когда вся энергия выходит и все заканчивается и человек просто умирает или живое существо разрушается и умирает тление это не только процесс процессом кто-то двигает в откровении написано хоть я в прошлый раз говорил на эту тему хоть про ветры много чего известно есть целые институты описывающие как работают ураганы и торнадо и прочее прочее как погода поэтому сегодня люди лицо земли предсказывать умеют говорят завтра будет шараф будет жарко а послезавтра будет падать температура но в откровении написано видимо четырех ангелов которые в руках которых ветер помните ветром один там управляет или их несколько я сейчас не хочу тетировать то есть хоть какие-то вещи происходят и их можно физически более-менее отписать все равно там стоит что-то духовное за этим так вот про смерть написано что смерть это концепт который существо такая история мужик пьет вдруг стук в дверь он открывает дверь а на пороге стоит такая вот маленькая смерть с косой он так на нее смотрит ты за мной она говорит нет за твоим попугаем шутка но 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 это идея и вот интересно что смерть и ад в откровении написано брошены в гиену помните такое место то есть как можно дом бросить в гиену что ему там делать дом надо просто взорвать в конечном итоге как в лас-вегасе взрывают эти большие казино бум и потом новое строят а человека или существо наказывают ну это идея это вот написано в священных писаниях про это даже несмотря на то что смерть получила доступ из-за греха Адама к людям это не значит что ее власть над нашим внутренним человеком все там внутри нас все равно находится под сплошным авторитетным и неукоснительным контролем самого Творца и смерть это как только то про что написано клин клином это наказание для чего-то но это не есть что-то что поэтому написано в Новом Завете враг может погубить тело бойтесь того кто может душу ввергнуть в гиену Господь то есть для нас почему я проповедую об этом чтобы немножко показать со стороны где мы живем чтобы мы ухватившись за тот спасительный якорь который Господь предоставил нам держали всеми зубами как Павел говорит я не хочу остаться в стороне но бегу на ресталище прикладываю абсолютно все усилия чтобы оказаться достойным итак вот слово которое меня самого трясет честно вам скажу в вечном концепте смерть это благословение а во временном это невероятное страдание и скорбь почему число 27 3 написано пришли к Моисею женщины и говорят брата у нас нет у нас отец наш умер и наследство перейдет сейчас непонятно кому и помните Моисей собирает советы и молятся молятся и говорят от имени Господа им отдайте удел потому что не было брата так вот тогда это происходит женщины эти говорят отец наш умер в пустыне он не был из тех которые были вместе с Кореем за свой грех умер он человек умирает за свой грех в еврейском концепте существует такое понятие если ты согрешил то пойди попроси прощения есть ли этого мало потому что ты согрешил тяжело и случайно кому-то выбил зуб что нужно сделать возместить то есть зуб за зуб это не значит что мы должны кулаке пойти драться возместить тому и дать компенсацию если этого мало то нужно пойти в храм принести жертву если этого мало какой следующий уровень ну йом кипур дождитесь судного дня в этот день происходит великое прощение зачем на этого козла руки переносят зачем другого скалы сталкивают чтобы очиститься вам а если этого мало то грех такого человека искупает смерть то есть человечество умирает оплачивая какой-то счет или потому что подчинились злому и так далее и тому подобное написано про целое поколение которое смыли воды потопа и там по всей видимости был даже миллиард человек они все умерли несмотря на свои великие умы против бога не могли стоять но про них написано и это записано в первом послании петра с 3 главы с 18 стиха там написано что иешуа чтобы привести нас к богу однажды пострадал за грехи наших праведник за неправедных был умершлен и потом уменьшен по плоти но ожив духом дальше слушайте что написано которым он и находящимся в темнице духом сойдя проповедовал тем которые никогда непокорным ожидавших божьего до терпения во дни ноя во время строения ковчега в котором немногие то есть семь дуешь то есть здесь говорится что ишо спустился туда есть еще одно такое же место в другом послании павла уже что он спустившись туда проповедовал тем которые умерли во время потопа из того что я знаю когда иисус идет чего-то кому-то говорить это всегда чего-то во благо возможно там чего-то искупительное для них тоже было я не берусь утверждать но так оно свидется что он туда пошел чтобы им чего-то там сказать им что смерть это оплата того что мы делали по жизни но мы также знаем что когда ишо пришел кое-чего изменилось кое-чего изменилось и написано что вера в его жертву покрывает любой грех и именно поэтому когда он своим людям говорил чего-то о смерти он говорит верующий в меня переходит из жизни в жизнь смерть уже не властвует над ним имеется ввиду что тело все равно умирает но душа наша та наша внутренняя составляющая идет к нему теперь послушайте вы можете со мной не согласиться еще однажды говорит такую интересную фразу я знаю что уже много времени я могу остановиться в следующий раз продолжить все равно должен где-то остановиться но еще говорит я должен уйти я уйду и что сделаю приготовлю вам место приготовлю это мы на земле любим по пожарному работать там кран течет там мы его и закручиваем в божьей строительной программе все предусмотрено от начала а здесь он идет и приготовит нам место какое-то знаете что это мне наводит на мысль что когда человек был сотворен был сотворен для того чтобы вечность свою на земле провести чтобы здесь шла нарастающая слава но когда человек согрешил и бог наказывает его смертью нужно было для него сотворить для человека какое-то место по всей видимости там третье небо которое обычно было занято другими служебными ангелами которые спустились оттуда чтобы там освободилось место и там бог устраивает то что в еврейских священных писаниях называется шеол шеол по-русски переводится как преисподня но по всей видимости это какое-то место которое разделено на две секции одна для хороших а другая для плохих чтобы там мы пребывали пока все не вернется на план а когда произойдет воскресение из мертвых и праведные воскреснут в славе чтобы пребывать с господом а грешные будут судимы очень серьезным образом и там написано про гееном что это совершенно не ад ад это как тюрьма предварительное заключение а гееном это нечто страшное и я не знаю как это описать но эта штука реально существует почему я про это говорю я хочу немножко напугать и сказать держитесь за то что господь предназначил нам и предал нам тела наши из-за греха адама умирают разлагаются в земле некоторых кремируют рассыпают над гангом или над верестом смотря у кого на сколько денег хватает какое завещание составить но в божьей памяти хранится информация о каждом человеке та наша внутренняя составляющая частично спит откуда мы знаем что спит написано про царя Тирского кто помнит это место писания и ты стал подобен ради тебя пробудил пробудил нас помните пробудились цари земли и ты стал подобен нам и спустился туда пробудились значит спали то есть какое-то состояние анабиоза спят но это не все какая-то другая часть нас возносится туда к престолу мы читаем про Стефана написано и когда умирал Степан возвел очи свои увидел Господа Ешуа стоящую по правую руку отца и сказал Господи прими мой дух то есть для верующих определено место рядом с Господом но для тех кто остается на земле имейте ввиду живых все это катастрофа плач и скорбь и слезы чтобы знали что то что сделал Адам мы все платим за это но в один день все это уйдет и я еще раз и еще раз и еще раз хочу ободрить вас пребывать в надежде что Ешуа умер и воскрес и мы принадлежим ему и я хочу сказать одно слово принадлежим это не значит просто веруем я хочу сделать усилие или ударение над слово принадлежим песни песней говорит так я принадлежу возлюбленному моему а возлюбленный мой мне он пасет меня между лилиями вы знаете принадлежать это больше чем просто верить про бесов тоже написано что у них тоже есть элемент веры помните бесы веруют и трепещут принадлежность это больше принадлежность это как раз то о чем сегодня Дима проповедовал душим ты ее будьте святы своими делами своими поступками направляя свои мозги куда надо направлять дисциплинируя себя человек который хочет похудеть ему нужно ли операцию сделать и потом три недели валяться в страшных болях когда моя мама была в больнице в хирургии в гармеле в больнице кармель там было две женщины которые прошли операцию по не 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 им сняли немножко топлива с боков вау как они ныли и стонали или дисциплинируя себя тем что отказываешь себе в рот чего-то ложить другого нету так и здесь если ты хочешь принадлежать прикладывайся дисциплинируй себя говори душе своей душа моя я хочу изменяться в образ который еще показал мне а если ты такой же блудник как и был только сейчас ты верующий блудник у тебя проблема если ты человек которого тыкали пальцем он всегда обижался кричал на других и ты таким остался если ты не умеешь прощать покрывать быть шире подумай где ты находишься я принадлежу возлюбленному моему говорит писание помните царя Давида он загрешал много но в его имени Давид Доди так пишется в Советском Союзе Давидов как называли додиками знаете почему потому что доди это возлюбленный это как раз и есть настоящий корень царя Давида додили возлюбленный мой царь Давид у него какая-то была вещь почему он стал прообразом Машеха про отцом Мессии несмотря на все его завихрения у него была вот эта принадлежность невероятная я желаю всем нам принадлежать ему тогда даже если временно мы с телом попрощаемся Бог нас будет удерживать возле себя возле своей груди в своих руках умощая нас возмещая компенсируя давая нам радость свет слава это все вместе с тем что я говорил в прошлый раз когда мы видим родственников то и пятое и десятое но утешены у него и это есть надежда которая обещана нам священными писаниями в это мы веруем и мы хотим этим жить я помолюсь и на следующий раз я попытаюсь я не обещаю но я попытаюсь есть одна штука чего которая нам мешает очень сильно она называется страх смерти это великое рабство я попытаюсь подумать как на эту тему говорить но давайте помолимся чтобы милость господа совершала нас и последний стих который все знают что тому который может сделать несравненно больше чем мы помышляем или думаем слава веки боже мой прошу тебя помоги нам помоги нам удаляя от нас страх смерти давая нам принадлежность жить с тобою служить тебе ходить к душим святыми в смысле правильном этого слова отдаляясь от зла те из нас которые нуждаются в исправлении помоги исправиться и помоги нам хотя бы чуть-чуточку понять что ты человека сотворил чтобы ему быть между мирами очень высоко поставленном месте рядом с тем который воскрес из мертвых с лишуа машех которого поставлен над начальствами властями силами и господствами превыше всякого имени именуемого веки сем и веки грядущим господь помоги нам понять эти слова которые говорят про нас и вы в нем посажены в небесах прошу тебя господь дай нам ободрение и надежду во всем Yeshua машех и все скажут амен спасибо спасибо